МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у Буды Кашалеве открылся районный историко-краизнавчий музей. Юлия Цепаева знов у строи российскую гимнастку выписали из областной больницы. Сегодня у православных верников водохрещенская куття. Для ожидающих окунуться в ледяную воду под рыхтованы купели. А зараз обхэты меньшим, больш подрабязна. Зазначный уклад во умоцевании белорусской державности и в связи с 80-ю годзем с дня утворения Гомельской области працанникам региона объявлена падяка президента Беларуси. Отповедное распоряджение подписал керауник державы Александр Лукашенко. З находа юбилейной даты предугледжена вылучшение со стротка у резервового фонду президента 1 млн белорусских рублев. Яны будуть накерованы на завершение у 2018 годзе будавництва блока плавальных бассейнов у Веццы. Сегодня завершилась регистрация кандидатов у мясцовые советы. Уже завтра претенденты отрымают ответные посвечения и начнут агитационную кампанию. Наши корреспонденты наведали выборчая комиссия у Лельчицким районе. Лельчицкий район на гомельшине улик показальных по кольню выходить. Меж тым у гетагапалецкого региона вельми недренные перспективы. Геологичное доследование свечать. Район богатый на разностаенные корыстные выкопни. От сапрапелев и шебню до граниту и бурштыну. Не выключено, что пытаниями их выкористания придется займаться новому составу районного совета. Выборы селитат будутся у 35 округах. Претендентов на депутатские мандаты 41. У районной комиссии уважливо проверили соправдность собранных подписов и порушения не знайшли. Что тышится составу претендентов, то в целом ее надлюстровывая особливости социально-экономичной сферы района. Среди претендентов, подавших документы в районную избирательную комиссию, 16 человек – это депутаты действующего созыва, 11 – это представители сферы образования, культуры и здравоохранения, 8 – работают в органах государственного управления, 9 – представителей промышленности, транспорта, строительства. Два баллотирующих кандидата у нас являются работниками правоохранительных органов и два являются предпринимателями. В Бухчанском сельском совете выборы пройдутся в администрационном будинке. На початку лютого тут обсталюют помешкания для проведения голосования, а по куль особливой увагой вязковцев користается куток выборщика. Наталья Ягорова пришла удокладнить. Ці унесены у список для голосования ее сын, який недавно тримал прописку у доме мати. Включили его и брать ли ему открепление на сессию ехать, учиться. Вот я пришла узнать это. И, естественно, посмотреть, кто из депутатов еще есть, кого выбирают. Все, что меня интересует пока на данный момент. Бухчанский сельский совет не вельми великий. Выборщики тут проживают только у двух населенных пунктов. 411 человек у самой Бухчы и аж 6-7 у соседней корме. А пошни на участок для голосования, звычайно, проезжают самостойно, але при необходности да их приедут члены комиссии. На попередних выборах депутатов месовых советов у них проняли удел амаль 99% дорослого населенства. 18 лютого выник шакается прикладно таким же. По-перше, для вязковцев состав их сельского совета зусим немаловажный. А по-другое, тут постоянно проводится агитационная работа. Запрашать принять удел у выборах, почали еще на этапах удокладнения списов выборщиков и сбору подписов. Во время приглашения избирательной на выборы будет также раздана с пригласительными информация о кандидатах депутаты агитационный материал. Вся остальная информация размещается на информационных стендах и по районным депутатам, и по областным. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Валерия Панько, телерадиокомпания «Гомель», Лейджанский район. И у протяг темы. Сегодня отбылось посяжение Гомельской городской выборчей комиссии. На парадку дня – питание об регистрации кандидатов у депутаты городского совета депутатов 28-го скликанья. Усяго были подадены документы по полученне 102 человек. У вынику проверки декларации об доходах и правильности сбору подписов инициативными группами относно 8 человек, выявленные порушенни. По этой причине уходе посяжения выборчая комиссия вырошила им отмовить у регистрации. У якости кандидатов у депутаты зарегистрованы 94 человеки. Завтра они отримают ответные посвечения. Типичные ошибки из 8 человек, которым отказано в регистрации. Все 8 человек были допущены ошибки при сборе подписей. И один человек были ошибки и в сборе подписей, и данные, указанные в декларации о доходах и имуществе. Типичные ошибки при сборе подписей – это дата и подпись одной рукой. Наступный этап выборчей кампании – агитация. Нагадаем, займаться ей нельга, каля будынка у мясовых органов улады, судов, прокуратуры, установ адукации и аховы здоровья. Целком яна забороненная на площах Ленина и повстанне у Гомелли. Звернуться до выборщиков кандидаты так само смогусь с допомогой Радою. Шляхом жарабьевки завтра будет вызначена черговость выступлений. Почуть их можно будет на хвалях Гомельского городского Радою с 8 по 16 лютого каждый день с 17 годин 5 хвилин до 17 годин 47 хвилин. Делегация Министерства внутренних справ Латвийской Республики сёння наведала Гомель. Гости шмат чули про Гомельский специализованный лицей при Университете грамадзянской обороны МНС и не упустили макчымасть особиста знайомиться с умовами навучанье и быту кадетов. Экскурсию по лицеи проводили першокурсники. Члены делегации цикавились раскладом дня навучанцев, их занятостью вольный час, макчымасти медалейшей в учобы и карьерного росту. У Латвийской Республики нема подобных установ. Первая ступень специализованной адукации для выратовальников после средней школы – колледж. После его завершения можно поступить у техничный университет. Тут, будучи, выратовальники отримовывают высшейшую адукацию. Особливую увагу министру внутренних справ Латвийской Республики звернул на оснащенность в учебных кабинетах лицея. Мы в Латвии думаем о создании превентивной такой системы и уже какое-то время с Министерством образования пробуем сделать программу обязательной обучения. Это довольно-таки сложно, но в свою очередь, если есть такая инфраструктура, база, куда просто, скажем, ну как привозится на день класс конкретный, они проходят все это. Я думаю, это очень эффективно. Я знаю, что очень много тысяч уже белорусских ребят прошло через это. Я думаю, это очень хорошая идея. Я думаю, что мы могли бы подумать о подобном решении также в Латвии, переняв ваш опыт. Место, где заховывается память. Сегодня у Будака Шалеве открылся районный историко-краизнавчий музей. Эта подея отбылась в дни святкования 80-х годов Гомельской области. Алексин Серов ознайомился с экспозицией. До этого дня Будака Шалев был бы дай одним районным центром Гомельской области, где не было уласного историко-краизнавчего музея. Эта размова по необходимости его открытия вела сяше в середине 90-х годов. Основная проблема была в отсутности отповедного помешкания, а тому починали с музейного покоя. Минавито тады почався и сбор перших экспонатов у тымлику о отселенных вёсках. Сегодня развитие музеев. Повышенная увага по осудности и не адресуровать ставление громадства до своей гистории. Увагу литейш традиции народной творчести у Будака Шалевском районе представлены у школах мастерства, при домах культуры, центрах фольклора и рамесу, музеях антографии. Ясше у 1974-м годе районный музей спробовали заробить у первой средней школе. Раз в 8 годов музей боевой и операционной славы организовали у аграрно-техническом колледже. Але зараз подай у першиню створного установа, где можно доведаться об усех особливостях истории и сучастности района. Сбирать коллекцию у Будака Шалеве почали у 2004-м годе. Менавито тады было принято решение об открытии гисторико-крайзнавчага музея. Допамагали усе, але особливый значный уклад унесли сельские советы, які предоставили уникальные традиционные народные костюмы. До речи музей разместені у будинку булай-сталовай, гэтая ше і приклад в акрестанні майомасі, яка і раней була не задєйнічена. У воглі адміністрація Будака Шалевськага районного історико-крайзнавчага музея кажуть, що пакуль створен не тільки базі з установы. Сьогодні тут можна бачить першу, але далеку не кончаткову експозицію. Уже непосредно під час открыття у фонды передаються новые експонаты. Сбор артефактов і матеріалів об житі сучасного покоління протягується. Так як ми молоді учріждення в музейному делі в нашому районі, то хотілося б, можна сказати, покрупицем то, що осталось, у всіх, собрать все, що касаємо і бутта людей, і що связано з Отечественою войною, і періода, зсоветський період затронуть, ну і дійти до современності. Тому що время йдет, ми не стоїмо на місці. Естественно, то, що було вже в прошлом году, це становиться історією. В 80-й годі Гомельщини добрая нагода. Успомніть і ехалонія поспіхі і виказать падяку тим, хто внес у їх досягнення найбільший уклад. Для гэта і мэты сёння у бібліотеці філіяли номар 8 ім'я Кірилы Туровськаха адбулось урочисте мероприємство у рамках проєкта, яны прославілі Гомельщину. У залі установы, проставнікі громадських об'єднанів, дзечі культуры і мастацтва, новуковая громадськасть, перадовікі вытворчасті. Те людзі, які адыгралі неапошнію ролі у розвіці регіона. Сірод ганарувых гастей паўны кавалір ордена працонай славы Рыгор Фідарцов. Йон уладальнік трох орденав працонай славы. З Гомельщина йон практична аднагода, княдаў назначы 85 гадоў. Амаль Палобу з їх працаваў на адным прадприємстві. Каля 40 гадоў был ў шэрагу супрацоннікаў завода гандлёвага абсталявання. Неглядзі, чына шановна ўзрос, Йон и зараз вядзі актыўную грамадскую работу. Сустракаяцца з молодзю, дае наставленні. За шмак гадобаю добра сумленную працю вялікі асабісты укладу промысловае развіціў Гомеля Рыгор Фідарцов прымав падарункі і словы падякі. Сіроду знагарод падяка Гомельськага абласного адзіленні Беларускага фонду Міру. Конечно, ёго уклад великий, і мы не имеем права, щоб сьогодні ему не сказати добре слово, не поблагодарить і не вручить ему памятные подарки, сувениры. І он ёсчо буде вдохшилён і жити, і работати. Чувствую гордость за то, що мене слушают, выслушують, советы, рекомендації. Жизнь, она всё-таки астрономічні коротенька, а на самом деле, она... Жизнь прожить не поле переці. Жылаю молодёжі всей успеху, здорові, слушаться старших, советам. Паветрану гімнастку Юлію Ціпаєву, якае ўпала з вышыніў Гомельським цырку, сёння выписалі з больницы. По словах самой артыстки, яна сябі добра чувае і перш-наперш плануе адправіцца дадому. Нагадаем, здаренье отбулося 5-го студзеня. 20-гадова гімнастка з московской труппы выслізнула з рук партнёра і упала за межы страховочной сеткі. Гімнастка неоткладна была доставленная у реанімаційное отделення больницы з черапно-мозгавой травмай. Под пільным наглядом спеціаліста у Юлі знаходзілася два тыдні. Сёння яе выписалі з рекомендації прысвятіць пэвны час адпачынку. Юлі восстановілась повністю, сто процентов, і без всяких травм, ну я имею в виду, безпоследствий. Ну, то есть, все обошлось. То есть, то, що изначально говорили, що перелом основання череп, рёбра сломані, всього цього не було, але у нього було сотрясення мозга і небагаля гімнатому. То, що у нас сильна, я восстановилася дуже быстро. Даже на удивління врачів, гомерські зрітіли, дуже хороші, все переживали, отправляли цирти нам в балладу, але ми круглосуточно з Юлі знаходились. Сама Юлія виказала упевненнюю готовність протягувати роботу у цирку. Бліжайшіе выступління заплановано на конец лютого, уродним московським цирку Нікуліна. Вадохрішчинская вода – одна з головных святыня у православной царкви. Сёння у православных верніка у вадохрішчинская куття. Супрацовніки асвод подрихтовали купелі. Особливую увагу при гэтым надалі бяспецы. Палонкі на водайомах выразаюцца недалёка от бераха, де глыбіня не первышає паўтара метра. Обовязково расчищаюцца дно і усталёваюцца лесьвіцы. Вратавальні кі раяць назапасіцца тёплыми речами і чаем. Нагадаем, у Гомілі купелі для вадохрішчинскага купанні абсталяваны ў кожным районі. Гэты, а так сама іншыя новіны вы можете знайсці на нашым сайті ў інтернеті па адрасі www.tvrgomil.by Далі ў эфіры «Де факта» і спортивны аглята. Я з вами розвітваюся. Усягу добрага і да новых сустречу эфіры. Інформаціонно-правовый выпуск «Де факта» продолжает ефір телеканала «Беларусь-4». В студії Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Сложная погодна обстановка стала одной из причин увеличения числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах региона. Накануне серьёзная аварія подречица і унесла жизни троих гомельчан. Столкновение произошло на подъезде кречицы со стороны Калинковича. И по результатам первоначальних следственних действий известно, что 48-летний водитель Шкода выехал на встречную полосу движения и столкнулся с МАЗом. Кроме водителя, в легковом автомобиле находились мужчина 1968 года рождения и женщина 1965 года рождения. Все погибли на месте ДТП. Реческим районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли три человека. На место ДТП выезжала следственная оперативная группа. Следователи, совместные с экспертами, провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину. По уголовному делу назначено проведение судебно-медицинских, автотехнических и иных экспертиз. Сотрудники управления Следственного комитета обращаются с просьбой гражданам, которые стали очевидцами происшествия или имеют записи видеорегистратора с места ДТП, обратиться в Реческий районный отдел Следственного комитета. Всего за последние сутки на территории Гомельской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий. Кроме гибели трех человек, известно, что за прошедшие сутки трое участников ДТП получили телесные повреждения. В Ветховском районе вчера примерно в 10.40 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Киа не учел погодные условия, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с попутно движущим автомобилем Ховер. В результате дорожно-транспортного происшествия водители автомобиля Киа, а также пассажиры автомобиля Киа получили телесные повреждения, доставлены в реанимационное отделение Ветховской центральной районной больницы. Сотрудники госавтоинспекции напоминают о сложных дорожных условиях, которые ожидаются на территории региона в ближайшие дни и просят водителей быть более внимательными и осторожными за рулем. И в заключении оптимистичное видео о спасении лося из ледяного плена. В роли спасателей во время патрулирования зоны отселения и отчуждения выступили сотрудники Брагинского РУВД. По кадрам видно, животное переходило реку в месте, где был тонкий лед и провалилось. Подойти к нему близко опасно, можно и самим спасателям уйти под воду. Милиционеры нашли длинное бревно и стали проламывать лед до самого берега. Когда вокруг лося оказалась свободная зона, тот стал продвигаться в сторону суши. Такой узор происшествий к этому часу. Я, Руслан Габрилев, благодарю вас за внимание. До свидания и берегите себя. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомель и Жлобинский Металлург с одинаковым счетом уступили своим соперникам в очередных поединках чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. Сталевары на выезде играли с Динамо Молодечно. В этом матче все голевые события пришлись на заключительные 10 минут. На 51-й минуте Кирющенков вывел хозяев льда вперед. Сталевары в оставшееся время попытались отыграться. Однако это не удалось. За 4 секунды до финальной сирены Землянкин поразил пустые ворота Металлурга. 2-0 в пользу Динамо Молодечно. В турнирной таблице команды поменялись местами. Динамовцы поднялись на пятую строку. Металлург замыкает секстет сильнейших. С таким же счетом, правда не в пользу хозяев, завершился поединок в Гомеле, где рыси играли с Гродненским Неманом. Первую заброшенную шайбу зрители увидели только во втором периоде. Александр Житких вывел вперед Гродненскую команду. Окончательный счет установил Константин Богдановский, который на экваторе третьего периода эффектно поразил ворота Игоря Брекуна. 0-2. Эта победа позволила Неману единолично обосноваться на третьей строке в турнирной таблице. До очного поединка у обеих дружин было равное количество набранных баллов. Гомель на четвертой позиции с тремя очками отставания от Гродненской команды. В субботу 20 января в Жлобине состоится очередной эпизод Полесского дерби. Металлург ждет в гости Гомель. Начало поединка в 19 часов. Роман Волков и Андрей Штыгель пополнили состав футбольного клуба Гомель. Соглашение с игроками рассчитано на один год. До перехода в ряды зелено-белых Роман Волков играл в Витебске. За два сезона в составе северян нападающий провел 50 матчей, забил 11 мячей и семь раз ассистировал партнерам. Ранее Волков защищал Цветаново-Полоцкого нафтана, Микошевического гранита, Ислычи, Мозырьской слави, Минска и Пинской волны. Полузащитник Андрей Штыгель в сезоне 2017 защищал Цветаново-Полоцкого нафтана, в составе которого провел 24 матча и отличился одной голевой передачей. Также в его послужном списке выступления за Гродненский неман и лиду. 10 белорусских атлетов примут участие в международном турнире по боксу на призы мэра Харькова Геннадия Кернеса. Там соревнования будут проходить с 24 по 28 января. В списке белорусской команды пять представителей нашего региона за награды будут бороться Мазырянин Максим Вислаух, а также гомельчанин Никита Лякунович, Владислав Смягликов, Сергей Попелюх и Дмитрий Доронин. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.